всем привет очередной обзор немножко спорта немножко негатива сначала позитив мы сегодня ночь приехали с оренбурга где выступали на турнире на по евразия замечательный турнир прошел на хорошем уровне прям фестивале стронки там были армлифтинг ну хорошо мне очень понравилось гости с мишка клеве повидался с мишей сидорчевым с которым не виделся прям много-много лет команда выступила хорошо из 20 человек только один у нас занулил все остальные прям хорошо выступили и даже я как обычно низом прям прополз не хотел отбирать в открытые своих учеников заявился в мастер в мастерах там абсолютки везде были только но третьим прям прополз в русичах в продивизионе коммерческий почему низом потому что я конечно не должен был там попасть в тройку призовую потому что сильные спортсмены все но увидели колю коля пашминцев который приехал и трое по моему там убежали из этого дивизиона своего ученика я ну к сожалению не к сожалению там чуть-чуть денег заработал но обошел он не справился там с 300 килограмм не смог меня обойти ну так вот оба теперь чернухи прямо только-только турнир закончился и нам позвонили и сказали что вчера умер мой друг наш общий друг наш для многих он был тренером прям у меня полкоманды у него тренировались ефим карасик ефим вильямсович карасик конечно по отчеству его мало кто называл 55 лет почти 10 лет уже он у нас не в команде но до этого мы тренировались много 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 лет в подвале школы 40 на окраине города туда приезжали для нас это был второй дом по субботам по воскресеньям а там оставляя оставались варили делали скребли и стены возводили помосты делали тренажеры собирали варили лавки жимовые канализацию проводили ну прям для нас это был дом а потом нас выкинули в девятом году и мы временно переехали ко мне в мой элитный клуб центре города который я переделал и так мы до сих пор здесь и остались и вот ефим почему вот это черноха я сказал потому что он умер опять из-за медицинской некомпетентности в нашей паной стране и почему у него была бронхиальная астма никаких анаболиков как его любят у нас говорить из-за чего у нас умирают спортсмены просто приехала скорая помощь а у них не оказались не оказалось нужных препаратов и все и не смогли спасти 50-летнего здорового мужика и я бы может быть даже так не бесился если бы не то что даже в этом районе или даже в этом доме а сука в том же самом подъезде на этаж на два этажа выше жили папа с мамой катя зайцева и год с небольшим назад ее папа спортсмен прям он охранником телохранителем работал прям всю жизнь спортом занимался умер от врачебной ошибки 55 лет один в один 55 лет ему было причем прям все это на наших глазах абсолютно здоровый мужик стал себя плохо чувствовать вызывал участкового я прям вот кати сейчас написал говорю катя напомни мне фамилию этой твари которая вот этого антипин его вот этот участковый был который отказывался госпитализировать отца который корчился от боли у него болели дико суставы а он говорил что у вас обычная урви и мы госпитализировать вас не будем я связался связывался здесь проконсультироваться катя звонила мне плакала я потребовал чтобы она с него взяла расписку она взяла с него расписку об отказе в госпитализации например в дверях стояла и не выпустила его пока он не написал расписку о том, что вот этот Антипин, о том, что, по-моему, да, он написал, уточню, по-моему, Антипин, этот участковая тварь вот эта, и он написал расписку, через два дня госпитализировал, его положили в больницу, к нему сутки никто не подходил, опять же, через моих друзей, через, не буду по имени уже называть, огромное ему спасибо, моему ученику, он связался с главным врачом, к нему пришли, проверили, тут же положили в реанимацию, он через полутора суток умер, так диагноз толком и не поставили, и эту суку даже не посадили, и его уволили, и через три месяца, как мне сказали, восстановили, то есть, возможно, эта тварь там до сих пор в этом районе обслуживает, вот этот участковый врач, в нашем родном Магнитогорске, для Магнитогорске вот эти твари, вот такие у нас врачи есть, чтобы вы знали, конечно, они не все, но когда я включаю телевизор, и каждый день слышу, как с народа, с нищего собирают деньги на то, чтобы вылечить наших детей, которых здесь у нас вылечить наша и паная медицина не может, а по другим каналам я смотрю, как эти твари наверху не знают, какое место себе, в какую задницу забить еще деньги, отмыв их через всевозможные чемпионаты мира, универсиады и прочую блевотину, которую нам льют вот это вот с экранов телевизора. Конечно, меня все это бесит, потому что это и паная страна с и паной медициной, с и паным отношением к людям. Ну вот, все печально, царство небесное Ефиму Харасику, я его знал больше 25 лет, больше 30, сука, 5 лет. Мы с ним тренировались, мы участвовали и в тяжелой атлетике, и в гиревом спорте, и вместе выступали с первого турнира с 87-го года по пауэрлифтингу, и он много-много-много лет тренировал, буквально 10 лет, как он отошел, он тренировал очень много спортсменов, сам он был мастер спорта с СССР по пауэрлифтингу и мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу России, и много лет мы с ним ездили по всей стране, выступали. Вот. В общем, вот так вот все печально у нас. Настроения, конечно, никакого. Завтра для магнитогорцев, кто захочет, там на левом берегу, где у нас там все это будет в час прощания. Всем пока. Это был обзор от Пале-Реформы. Редактор субтитров А.Семкин